В экономике база для протестов есть всегда. Всегда будет кто-нибудь серьезно неудовлетворенный своим положением и надеющийся улучшить его путем протеста против других участников того же самого рынка. Это неизбежно. В советское время в любой новостной передаче демонстрировались сюжеты о массовых протестах в капиталистических странах. И, как правило, эти страны так или иначе преодолевали протесты. Я не думаю, что протест, скажем, дальнобойщиков в прошлом году был с самого начала политически обусловлен. Другое дело, что его постарались оседлать некоторые активные политики. Что касается нынешней поездки трактористов, то протест против дороговизны горюще-смазочных материалов – это тоже стабильная тема не только в Российской Федерации, а в доброй половине Европейского Союза. То есть ничего особенного в данном случае нет. Не сомневаюсь, что политики и на сей раз попытаются оседлать этот протест. Но в той мере, в какой его можно решить экономическими средствами, спор будет решен. Будет найден какой-то компромисс взаимоприемлемый. Но считается, что компромисс хорош тогда, когда им в равной мере недовольны обе стороны. И думаю, политикам не удастся этот протест оседлать так же, как не удалось оседлать протест дальнобойщиков. В частности, потому, что пытаются оседлать протест у нас те же силы, которые добивались в свое время введения той самой рыночной экономики, в которой протесты принципиально неизбежны. Спасибо большое.